Между тем, Владимир Путин подписал новый закон об упразднении дачных товариществ. Полный текст документа, который вступит в силу 1 января 2019 года, уже размещен на официальном портале правовой информации. Основным нововведением закона является упразднение понятия «дачное хозяйство» и введение двух других организационно-правовых форм – огородническая и садоводческая. Как это коснется самого крупного в мирном дачного товарищества «Рудник» и успеет ли его руководство подготовить все необходимые для этого документы, узнавали наши коллеги. С 1 января 2019 года дачники Мирного превратятся в садоводов. Так гласит новый закон о дачной реформе. Документ охватывает все сферы садово-огороднической деятельности и убирает многие минусы пока еще действующего закона. Так в 2019 году все членские взносы пойдут только через банк, а работу органов управления садово-огороднических хозяйств упорядочат. Но чтобы перемены произошли, нынешнему руководству ОНТ «Рудник» придется изменить всю документацию и провести отчетно-выборное собрание, где дачники определят новых руководителей и утвердят измененный устав. В действующем законе предусматривается собрание уполномоченных. Мы, упрощенно говоря, избрали от линии двух человек, доверили им право представлять всех остальных. Итого это может быть 50-100 человек. Это уже вполне соизмеримое для возможности проведения собрания. Тревога председателя районного совета понятна. Если не провести отчетно-выборную конференцию в следующем году, то потом это сделать будет проблематично. На территории самого большого в мирном товарищества «Рудник» числится около трех тысяч дачников. К тому же в самом товариществе собрания не проводились годами. Я считаю, надо собрать с каждого общества, даже в этом законе написано, с каждого общества по делегату или с каждой линии, по делегату, по дачнику, собраться, рассказать, объяснить, что пускай они сами посоветуют, что как лучше все это сделать. Будем работать. Если к 1 января 2019 года все процедуры перехода на новый закон не будут соблюдены, то прокуратура через суд лишит товарищества лицензии. А это означает, что худобедно существующее дачное хозяйство Мирного придет в окончательный упадок, а огородные участки окажутся вне правового поля, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому судьба дачников в их руках и тех, кто еще пока руководит этим большим и проблемным хозяйством.